Добрый день, Тюмень! До нового года осталось совсем немного времени. Дело не в проворот, но тем приятнее, что вы с нами, а мы с вами. Значит, мы команда, и значит, нас не застать врасплох. А кто нас может застать врасплох, спросите вы. Да все те же мошенники, которые ждут подходящего момента, чтобы запустить свои грязные ручонки в наши кошелечки. Так что будем выстраивать защиту, займемся этим сегодня. Обмани меня! Разберем популярные схемы мошенников. Ваша карта бита. Можно ли вернуть похищенные средства? Сверхдоходное дело. Как работают финансовые пирамиды? Обман доверчивых россиян. Регулярно мы говорим об этом, но посягательств на наше финансовое благополучие меньше не становится. Ну, взять, к примеру, телефонное мошенничество. С ним сталкивался каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни. Такие цифры приводит лаборатория Касперского. При этом только 4% респондентов обратились в правоохранительные органы, чтобы привлечь преступников к ответственности. В связи с этим у нас возник вопрос, а вы-то сталкивались с телефонным мошенничеством? Дать ответ на него вы можете в группе Тюменского времени ВКонтакте. Вот варианты ответа. Да, и потерял деньги. Да, но не попался. Нет, не сталкивался. Сталкивался. Итоги подведем к концу часа. А прямо сейчас приступим к обсуждению схем обмана россиян и способов противодействия им. Для этого приглашаю в студию начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени Рината Николаева. Ринат Рафаилович. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь. Ну, раз уж мы спросили у зрителей, сталкивались ли они с телефонным мошенничеством, давайте с него и начнем. Помнится, в начале года, мы в январе с вами встречались, вы говорили о том, что доля мошенничеств, совершенных в сфере телекоммуникаций в 2018-м, была примерно на том же уровне, что и в 2017-м году. А что показал 2019-й год? Ну, к сожалению, цифры 2019-го года показывают нам динамику к росту зарегистрированных преступлений данного вида именно в сфере телекоммуникации. Если брать цифры по городу Тюмени, то это более чем на 30%. А с чем это связано? Во-первых, востребованностью, то есть преступники с легкостью похищают денежные средства, при этом зарабатывают значительные суммы. Какие легенды они при этом используют? Какие истории? Какие новые схемы? На самом деле, до сих пор, на сегодняшний день преобладают и популярны все те же старые схемы. Такие, спасение сына, что ли? От спасения сына, который попал в беду, далее звонят, представляются сотрудникам банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств предлагают гражданам совершить определенные манипуляции либо в мобильном приложении, либо через банкомат, либо назвав им код из смс-прислонного. Скажите, откуда мошенники узнают информацию о клиентах банка, телефоны? Каким образом? Вы же все равно примерно знаете, откуда. На самом деле, очень банально и просто, любой телефонный номер мобильный наш, первые три цифры содержат код региона. Соответственно, мы можем в интернете набрать треузначные цифры, первые цифры нашего номера и выдаст регион Тюменской области, Свердловская, Курганская и так далее. То есть, таким образом, они выбирают регион посягательства. В дальнейшем идет случайный перебор цифр. А потом смотрят, какие банки работают в этом регионе, да? Не обязательно банки. Как правило, у 90% граждан их мобильный телефон привязан к карте и используется мобильное приложение. Другое направление, когда, это уже более сложное, когда злоумышленники на черном рынке, в черном сегменте сети интернет, покупают уже готовые базы, которые были ранее похищены, как и ранее в страховых компаниях, медицинских учреждениях, либо, опять же, финансовых учреждениях. А вот эти все мошенники, вот портрет мошенника, где они? Не обязательно ведь, что они, да, вы сказали, что они живут тут у нас, в нашем регионе. Ну, вы же где-то кого-то когда-то задерживали, да? То есть, привлекали к ответственности кто они? Как правило, это молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, причем злоумышленники никогда не работают в масштабе одного города. То есть, к примеру, если преступник находится где-то, скажем, в Москве, то жертва может находиться и в Тюмени, и в Екатеринбурге, то есть в регионе, не проживающем. Надо обладать какими-то знаниями, навыками, они, в принципе, с каким образованием тюлит? Какого социального статуса, скажем так? На самом деле, абсолютно разного. От людей без высшего образования до людей, даже обладающих высшим техническим образованием. Хорошо. В этом году какие-то новые схемы появились или, может быть, они, наоборот, вспомнили какие-то давно забытые старые люди, уже успокоились, и вот они снова всплыли? Одна из новых схем – это гадание в сети интернет. Если раньше мы относили эту категорию к контактным мошенничествам, то сейчас гадание у нас, опять же, вошло... Так, давайте расскажем, потому что я не слышал об этом. Очень много в сети интернет распространяется информации, либо создаются сайты, на которых мошенники, злоумышленники предлагают услуги по гаданию, по снятию порчи, по проведению каких-то еще обрядов и ритуалов для того, чтобы повысить благосостояние граждан. Очень многие попадаются на эту удочку, пытаются с ними связаться, воспользоваться их услугами. Естественно, они обозначают, что каждая услуга оплачивается, две три визита, ну и, соответственно, похищают денежные средства. Вот вы заговорили про интернет. Зачем мошенники взламывают аккаунты социальных сетей? Вот как они используют потом? Расскажу о наиболее популярной схеме взлома. Допустим, вы находите в сети интернет, посещаете какие-то сайты, обнаружили сайт, который предлагает либо товар по выгодной цене, либо бесплатную музыку, бесплатные фильмы, и идет надпись, что без регистрации онлайн. Вход через социальные сети ВКонтакте, Одноклассники. Многие соглашаются, нажимают на кнопочку, на экране их компьютера появляется главная страница одной из популярных социальных сетей, либо ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. А по сути, это страница фейковая, двойник, дублированная. Там просят ввести логин, пароль, вы вводите, соответственно, эти данные попадают в руки злоумышленников. В дальнейшем, используя эту информацию, они заходят беспрепятственно уже на оригинальную вашу страницу и от вашего имени начинают рассылку вашим знакомым, вашим контактам. С просьбой помочь в какой-то сложной жизненной ситуации, занять деньги, отдать долг якобы, назовите свои карты и обратный код. Ну и опять же, похищают деньги. Кто становится жертвой чаще всего? Вот, может быть, это те самые люди, которые плохо знакомы, ну или только-только начинают мамы, бабушки? В сегменте контактных мошенничеств, конечно, преобладает, в качестве потерпевших выступает у нас население более старшего возраста, то есть это бабушки, дедушки. Если брать интернет, преступления в сфере телекоммуникации, то это более активное население в возрасте от 18 до 40 лет, средний возраст такой идет. Те, кто активно пользуются и интернетом, и мобильным банком, и картами, естественно, для оплаты. Вот недавно прошла информация, что у нас появятся специальные такие киберполицейские, не знаю, подразделения, отделы. Вот когда они появятся? Какие обязанности у них? Да, действительно, у нас в соответствии с поручением президента в октябре месяце в МВД проведена расширенная коллегия, на которой поднимался данный вопрос. И по решению коллегии до конца текущего года МВД должен разработать проект, в каком виде это все будет. А в первом квартале 2020 года уже создать такое подразделение и в полной мере уже приступить к работе. Помимо этого, МВД было поручено организовать мероприятие по созданию, по разработке программного комплекса, программ, которые бы могли предотвращать такого рода преступления. В чем суть их заключается? Данные программы, приложения, вы также можете, ну, любой гражданин может скачать в App Store, либо в Google Play себе на телефон. И данная программка будет иметь доступ к информационным базам МВД. И в случае, если вам поступает звонок с номера мошенников, а этот номер уже имеется в базе МВД, либо письмо, либо СЛС. Эта программа будет автоматически блокировать. То есть те граждане, у которых эта программа будет скачана на телефоне, по сути будут... То есть по сути такой фаервол, да? Да, да, да. Защитная... Конечно, это не стопроцентная панацея. Номера меняются, обновляются, но тем не менее, какая-то ступень защиты уже будет существовать. Одновременно с этим прорабатывается вопрос с банками, с руководством банка, центробанка, о том, чтобы упросить процедуру получения сведений о принадлежности счетов, о движении денежных средств по счетам. МВД также прорабатывает вопрос с сотовыми операторами о более ускоренной процедуре. Уже получение информации об абонентах, о их регистрации, получении этой сим-карты, где... Ну и дальнейшие действия мы видим. Возвращаясь к интернету, относительно недавно появился еще один способ вымогательств. Злоумышленники угрожают, что опубликуют порочащую информацию или интимное фото. Реально ли найти шантажистов и что им грозит, расскажет Елена Старых. Шантаж и клевета. В Тюмени растет число пострадавших от интернет-мошенников. И вот один из самых популярных способов. Письмо от незнакомки. Доброжелательная девушка представляется администратором нашумевшей группы «Курицы Тюмени». Предостерегает, что готовится пост со ссылкой на мой профиль. Неприличные характеристики вскоре могут увидеть все. Чтобы остановить публикацию, достаточно заплатить. Цена вопроса 300-400 рублей. Это еще цветочки. Иногда злоумышленники собирают клубничку. В их руках оказываются интимные фото. Один из последних случаев произошел накануне в Упоровом. В отношении жителя Упоровского района было возбуждено уголовное дело. По статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации данный мужчина создал фейковую страницу. Представился девушкой из другого региона. И, собственно говоря, познакомился с местным жителем. И в ходе переписки он получил необходимую информацию и стал требовать денежные средства. В противном случае все прелести переписки стали быть достоянием общественности. Но вместо желаемых 10 тысяч рублей преступнику грозит реальный срок. Всего за этот год в полицию области поступило 52 подобных заявления. Злоумышленников находят не только по номеру телефона или адресу электронной почты, указанным при регистрации в соцсети. В крайних случаях могут уже следственные органы пойти дальше. И если эти преступления ускоряются серьезный характер, уже запрашивать информацию у провайдеров, у администраторов непосредственно на социальной сети. Кто, когда, откуда выходил. И найти этого человека можно. Своевременное обращение в полицию может помочь раскрыть целую цепочку преступлений. Нередко о действии мошенников страдают дети, а не больше взрослых, боятся осуждения общества. Ваши личные границы нарушены, и вы раздражаетесь, злитесь и так далее. Второй момент – это успокоиться. И обязательно найти людей, с которыми вы проговорите эти моменты. Это обязательно близкие люди, которым вы доверяете. Случилось и случилось. А теперь, оттолкнувшись от этого, я иду дальше и решаю эту ситуацию. Эксперты советуют ни при каких условиях не переводить деньги злоумышленникам. Попытаться узнать о них как можно больше информации. Например, номер телефона или карты. И написать заявление в полицию. И не стоит забывать. Все, что когда-то попало во всемирную сеть, там и останется. Даже если пользователь думает, что удалил информацию. Смотрите далее. Попался на удочку. Можно ли вернуть деньги, украденные мошенниками? Продолжение следует... Продолжение следует...